Здравствуйте! В этом видео мы расскажем о можно ли снимать на мобильный телефон в отделении полиции и на посту ДПС. Если вы погуглите в интернете, то увидите, что министр МВД Владимир Колокольцев еще 10 февраля 2017 года отменил приказ номер 11 ДСП, утверждающий типовую инструкцию о пропускном режиме на объектах МВД. В пункте 30 данного приказа было указано, что в помещениях МВД запрещается съемка без разрешения должностного лица. После отмены данного приказа многие новостные каналы, блогеры и юристы заявили о том, что теперь можно беспрепятственно снимать в отделениях полиции. Пытаются запрещать, но если это не следственный комитет, еще что-то, то есть следственные действия, вы имеете право снимать. И люди начали снимать в отделениях полиции, а полицейские, естественно, не согласные с такими действиями граждан, начали им запрещать. Камеру уберите, пока я ее не забрал. Желание простых граждан снимать в отделении полиции вполне объяснимо. Мало ли как стражи порядка поведут себя в родных стенах, ведь вот такие видео не являются редкостью. А теперь давайте по порядку. Мы изучили судебную практику, где граждан штрафовали за съемку в отделении полиции и расскажем вам на конкретных примерах. Пример первый. Гражданин Лобода, ВЛ, был задержан в 2018 году на митинге, доставлен в отделение полиции. В ходе составления документов к нему грубо обратился сотрудник полиции. Лобода достал мобильный телефон и стал снимать на камеру действия сотрудника полиции. Из-за этого сотрудники полиции составили в отношении Лободы протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КОП РФ. Как вы думаете, на чью сторону в данном случае встал суд? Правильно, на сторону полиции и признал Лободу виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Из чего же исходил суд, когда выносил такое решение? Вот его аргументация. Статьей 13 Федерального закона о полиции предусмотрено, что полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищенность зданий, сооружений, помещений и иных объектов федеральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальных органов, организаций и подразделений, а также полиция имеет право требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемой полиции объектов. Приказом МВД России номер 15 ДСП предусмотрено, что помещение дежурной части отдела полиции относено к режимным помещениям первой категории, где установлен пропускной режим и правила пребывания и доставления граждан. Следовательно, суд считает, что раз в здании МВД установлен пропускной режим и режим секретности, то съемка внутри помещения запрещена, так как тем самым вы можете снять на камеру какой-нибудь секрет. Второй пример. Гражданин Лобушкин Сергей Владимирович прибыл в один из отделов полиции Екатеринбурга по ранее врученной сотрудниками полиции повестке о вызове для дачи объяснения по материалу проверки. Он начал снимать все действия сотрудников полиции на телефон. Те попросили его прекратить съемку и решили припроводить в служебное помещение для дачи объяснений, на что Сергей Владимирович попытался покинуть административное здание, оказав физическое сопротивление сотрудникам полиции. Как думаете, на чью сторону встал в суд? Правильно, на сторону полиции. И Сергей Владимирович был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено административное наказание в виде административного ареста на срок трое суток. Почему же суд принял такое решение? Вот его позиция. В соответствии с требованием приказа МВД номер 15, в помещениях полиции ведется обработка сведений, составляющих государственную тайну, и, соответственно, данное здание является режимным объектом. В служебном помещении находится служебная информация ограниченного распространения, а также с учетом требований статьи 5 закона о государственной тайне, согласно которой сведения о защищенности, обеспечении безопасности или эксплуатации режимных объектов являются сведениями, отнесенные к государственной тайне. На основании статьи 19 закона о государственной тайне, органы внутренних дел обязаны принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей. Следовательно, как считает судья, съемка в здании МВД запрещена. Следует отметить, что к таким помещениям относятся и посты ДПС, там тоже запрещено ввести видеосъемку. Третий пример. Судья Верховного суда Республики Коми Колесникова, ДА, рассматривала жалобу Слюсарева ВС на постановление судей Сыктывкарского городского суда Республики Коми, которым Слюсарев ВС был наказан на 500 рублей по статье 19.3 КОПРФ. В Верховном суде Слюсарев ВС заявил, что внутри МВД он снимал действия сотрудников полиции, так как они отказались ему оформить и выдать протокол задержания. То есть, смотрите, Слюсарев ВС был задержан, его привели в отделение полиции, пообщались с ним и после этого отпустили. Слюсарев попросил сотрудников полиции оформить протокол задержания, те отказались. Он достал телефон и стал снимать отказ полиции. Сотрудники полиции попросили его брать телефон, он отказался, и полицейские составили в отношении Слюсарева протокол об административном нарушении по статье 19.3. Как думаете, на чью сторону стал Верховный суд Республики Коми? Правильно, на сторону судьи Сыктывкарского городского суда. Из чего исходил Верховный суд? Да все тот же режим секретности в МВД. Пунктом 31 приказа МВД по Республике Коми номер 9 ДСП установлено, что производство на объектах МВД по Республике Коми кино и фотосъемки, звука и видеозаписи разрешается только по служебным запискам, подписанным уполномоченными лицами. Аналогичный порядок закреплен и приказом у МВД России по Сыктывкару номер 3 ДСП. Подобного рода решений судов, когда граждан наказывали за съемку в отделениях МВД, немало. Вот, например, Каменюк Александр Борисович оштрафован на 1000 рублей. Яровой АТ оштрафован на 1000 рублей. Бекченков ДА оштрафован на 500 рублей. Головинова ЕВ оштрафовано на 500 рублей. Ссылки на решения судов, о которых мы рассказывали в видео, размещены в описании и в комментариях к этому видео. Перейдите и посмотрите их. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось.